Валерия с нетерпением ждет первое сентября. Через несколько дней она впервые сядет за парту и станет ученицей. Я хочу пойти в школу, я умею читать и писать, и хочу еще учиться. Маленьких первоклассников всегда собирают в школу с особым трепетом. Яркие рюкзачки, пеналы, тетрадки, карандаши, ручки, фломастеры. Канцелярские принадлежности, как правило, закупают в первую очередь. Рюкзак Лере подарили дедушка с бабушкой, а вот форму подбирали вместе с родителями. Мы купили к первому сентября блузки, водолазки. Мы готовы уже к первому сентября. Это юбочка. Юбочка, да, все как требуется, синего цвета, все как положено. Перед первым сентября на школьную одежду большие скидки, говорит папа. Сложнее подобрать ребенку хорошую обувь. Для Леры купили туфельки с перфорацией и ортопедической подошвой. Ведь нога обязательно должна дышать и правильно формироваться. Но и это еще не все необходимое. Игорь, что самое затратное было? Самое затратное было купить, конечно, мебель ребенку, потому что ребенок растет, нужен стол, нужны шкафы. Также нужно куда учебники складывать, на чем спать. Стул, да? Стул, да. К самому учебному процессу готовились за год. Настроить ребенка на занятия, усадить за парту не так-то просто. Мы ходили год на подготовительную, то есть с октября месяца. Потом, значит, у нас был преподаватель, репетитор, который помогал нам включить ее в процесс, потому что тяжело после игр и садика, так сказать, переключиться, чтобы она усидчивая была. Максим – лучший друг Леры. Тоже первоклассник. Они живут по соседству. Вместе ходили в один детский сад. А вот в школы пойдут разные. Портфель Максиму помогает собрать старшая сестра. Обещает поддерживать его и в учебе. Я буду помогать ему читать то, что он не знает помогать. Писать, учить, помогать буквы, если он что-то не понял. Собрать мальчика гораздо проще, говорят родители. Брюки, пара рубашек, сменная обувь. Да и второго ребенка отправлять в школу уже не так волнительно. Знают, что там будет под присмотром старшего. А вот на игры с друзьями времени почти не останется. Так что перед первым сентября есть возможность наиграться вдоволь.